Да, Библия это книга сверхъестественного, и служение Иисуса Христа, людей, учеников, они были сверхъестественны. И это сверхъестественное, ну, нельзя как-то объяснить, да, его просто нужно поверить, принять это, и все, и доверять этому. И, конечно же, всем этим, как автором сверхъестественного, есть Дух Святой. Я хочу сегодня поговорить о отношениях с Духом Святым. И Иоанн говорил, как об Иисусе, что идет агнец, да, который будет заклан, возьмет грехи наши, понесет их на себе. И он еще о нем говорил, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Аминь. Помним мы об этом? И день Пятидесятницы, когда родилась церковь, когда сошел Дух Святой, да, со знамениями, они были крещены, да, в этот Дух Божий, Дух Святой. И это не просто, да, ну, как иные языки, да, иметь и сказать, что я крещен там в Дух Святой. И церковь, она родилась в день Пятидесятницы, и это было как крещение в личность, в силу и в помазание Духа Святого. И большинство из нас знают, да, Иисуса Христа, знают Бога Отца, которого открыл Иисус, Иисус любовь Его доказал, да, через свое служение, через, ну, те дела, которые Он совершал. Но мы с вами не доходим до того крещения, которому пришли, можно сказать, ученики. Иисус, Он сказал, что дождитесь, да, обещанного, то есть никуда не отлучайтесь. Вот все, находитесь и ждите. И слово, да, которое было сказано, будет крестить вас Духом Святым и огнем. И они дождались то, что должен был сделать Иисус Христос. И мы с вами до этого, знаете, не доходим. Не доходим до познания Иисуса Христа, того, который приводит нас к Духу Святому, и который крестит нас Духом Святым. И ходить в сверхъестественной силе, это есть хождение в Духе Святом. И хочу предложить вам Деяние, третью главу, первый стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назорея. Встань и ходи. И взяв его за руку, за правую руку поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. Аллилуйя! Вообще чудесное, сверхъестественное проявление Божьей силы, Божьего Духа Святого, то, что они получили. И мы видим здесь, что человек имел ноги, но не было способности ходить этими ногами. Он их как носил, можно, не он ходил на них, а он носил их. Его носили там, сажали. И Петр и Иоанн, они не восполнили ту нужду, можно сказать, которую он хотел от них получить. Он сидел там каждый день и думал, вот чем больше дадут, чем больше я попрошу милости, тем, значит, это больше будет для меня как решением проблем моих, покроет все мои нужды. Но Петр с Иоанном, они дали ему вообще, не знаю, деньги были у них, не были. Он сказал, то, что имею, то и даю тебе. И это сильно, дать то, что ты носишь в себе. Хромой этот имел ноги, но не ходил. А они имели Дух Святой, крещение Духа Святого. И подняли его сверхъестественно, просто на ноги его и поставили. И вот можно ходить, да, в Духе Святом, а можно просто его носить в себе. Мы с вами, когда родились, да, свыше, мы получили Дух Святой. Как написано, запечатлены Духом Святым. Отец излил Дух Святой любовь, любовь излил Духом Святым сердца наши. Но дойти до этого крещения, дойти до этих отношений, дойти до этого и сказать, то, что имею, то даю тебе. Вот еще к чему нам нужно идти, к этим отношениям с Духом Святым. И в этой притче мы можем увидеть, да, пример духовной жизни. Мы были рождены от воды, это физическое рождение. А от Духа, это духовное рождение. Но быть рожденным от Духа и иметь Дух Святой, это не одно и то же, что ходить в Духе Святом. Понимаете меня? Это не одно и то же. Ходить в Духе Святом и иметь Дух Святой. И у хромого человека были ноги, я уже сказал, но они его не носили. Он их носил. И в Галатах сказано, поступайте по Духу. То есть в другом переводе сказано, ходите в Духе. И ходить в Духе Святом, это не приходит автоматически. Можно получить Дух Святой при спасении и никогда в Нем не ходить. Никогда Его глубоко не познать, как Личность. И не иметь взаимоотношений с Ним. И хромой, да, я уже сказал, что он постоянно просил, думая покрыть свои нужды. Иногда мы с вами просим, Господи, дай нам больше силы, дай нам больше помазания, дай нам больше того, того, чтобы быть влиятельным, да, исцелять там, изгонять бесов. Но это все автоматически не приходит. Это все приходит от отношений с Духом Святым, от познания Его. И иногда тоже я думал, знаете, вот классно ученикам было быть с Иисусом. Три с половиной года постоянно находиться в учении. Реально пребывал с ними Бог. Они признали Его как Мессию, они почитали Его, все. Они ходили с Ним. И тут настал день распятия Иисуса Христа. И где ученики были? Они, ну, предали просто, и все. Что здесь можно увидеть? Но когда Иисус сказал, не отлучайтесь, дождитесь обещанного, И тогда, когда они уже были крещены Духом Святым, они уже не шли ни на какие компромиссы. Они были верны до смерти. Некоторые отдали жизнь свою просто до, ну, служения до смерти, да. Присутствие Духа Святого просто изменяет. Не, ну, как, можно иметь Дух Святой, а можно ходить в Нем, да. Они имели Иисуса Христа, да, ходили с Ним, но они не ходили в Духе Святом. И когда Иисус сказал, что, да, сегодня уже Сергей говорил, что, как сказано, «Ну, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да, и пребудет с вами». То есть другого утешителя, это такого же, как я, он даст вам ту же самую личность, он пребудет с вами. В этом очень, как сказать, можно глубокое такое понимание, что тот же Иисус, да, те же качества той личности, они сегодня находятся в нас. И мы говорим сегодня об отношениях с Духом Святым. Я думаю, что если бы я тоже был с Иисусом две тысячи лет назад, да, я не уверен, что я тоже бы не, как, не отказался, потому что иметь Дух Святой и ходить в Нем – это разные вещи. Ученики, они, знаете, может, были впечатлены просто всем тем, что делал Иисус. Это было видно. Иисус говорит, не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны, да. Он ихний фокус, то есть, обращал на другие ценности. Они были впечатлены всем тем, что делал Иисус, да. Я думаю, так и мы иногда просто впечатляемся чем-то таким вот. Раз сверхъестественное произошло, кто-то ходит в этом, кто-то в Духе ходит Святом, да, а мы носим его просто. И нам также нужно примить, прийти к этим, ну, как к реальным отношениям с Духом Святым. И я знаю один тоже молодой пастыр, ему за 30, там, имеет служение, влияние, все, ну, как влияние. Лет 10, может, он сам служил пастыром и знает о сверхъестественном, знает о помазании, знает людей, общается, а нету. Иисус сказал, что верующий в Меня и в дела Мои, что Я творю, будет творить те же самые, еще больше сотворит. И этот парень молодой пастыр поехал тоже к одному пастыру, у которого тоже большое служение, чудеса, знамения, в общем, все, как написано в Писании. И он приехал с даром к этому священнику и говорит, благослови Меня, помолись за Меня, я тоже хочу видеть это помазание, я хочу видеть эту силу. Этот пастыр его обличил, говорит, слушай, у тебя есть сила, у тебя есть помазание, у тебя нет отношений с Духом Святым, у тебя нет дружбы с Ним, ты не знаешь Его как Личность. И он говорит, я понял. И он, ну, начал просто изучать темы о Духе Святом, познавать Его, потому что о Иисусе, да, мы можем прочитать, о Отце, у нас есть какие-то образы, а вот о Духе Святом, как Его познать, да? Это, конечно, через общение с Ним, признавая то, что Он живет в нас и обращаясь с Ним. И кто из вас читал книгу «Доброе утро, Дух Святой»? Есть такие, да? Некоторые, да. Это Бенихин, да, написал. Я тоже в свое время читал. Ну, классная книга. Ну, а у кого после этой книги отношения такие появились, как у Бенихина? Да? Не появились, потому что это его отношения. Эти отношения нужно строить, к ним нужно идти, их нужно желать постоянно. И как мы читали о хромом человека, он имел ноги, но они его не носили. Так и Дух Святой в нас. Но мы можем не видеть Его проявлений в исцелении, изгнании бесом. Мы не слышим Его голоса, который мог бы вести нашу жизнь. И получается, мы большинство делаем своими усилиями, полагаясь на свой разум, на свой опыт, на автомате делаем, на кого-то из людей полагаемся. Как этот пастор, он тоже все своими силами пытался десяток лет тянуть, развиваться, расти, но не было познания Духа Святого. Казалось бы, ну, вроде же все по Писанию делаю, да? Служу то, о чем говорит Бог людям, а нет отношений с Духом Святым. Какая важная роль. Но как Иисус говорил, да, что без меня не можете делать ничего. Я верю, что так же и без Духа Святого мы не можем делать ничего. Он скажет, пошлю, говорит, другого утешителя, то есть другого. То есть вы с ним, так же, как вы видели, то же, что делал я, да, делали со мной, так же вы сможете делать и с ним то же самое. И нам нужна жажда познавать Духа Святого, узнавать Его, вникать в то, что говорит о Нем Писание, читать, может, книги или свидетельства, и просить Бога, чтобы Он открыл нам реальность эту, которая пропитает нас. И Дух Святой мне часто говорил, да, что не отвлекайся по сторонам. Иногда мы, да, бывают разные такие сезоны у нас, кризисы. И когда мы раз что-то сбились с фокуса, а Дух Святой говорит, не отвлекайся. Вроде бы такие простые слова, да, но легко их услышать, а исполнить их. Или Он говорит, я тебе не советую этого делать, не советую это говорить, прикрыть варюшку свою, не советую тебе это смотреть, потому что у тебя образы потом останутся, тебе будет тяжело потом, ну, приходить в мое присутствие, будешь стоять в молитве, и у тебя будут образы какие-то в голове. Он постоянно с нами общается. Он желает этих близких отношений, чем мы с вами, даже еще больше. Но нам нужно быть как чувствительными к Нему. И, конечно, для познания, да, Его нужно время, чтобы научиться слышать Его голос, различать от других мыслей. И это может быть монолог сразу, а потом уже и диалог появится, когда Дух Святой начнет с нами говорить. И так мы можем с Ним шаг за шагом строить эти близкие отношения. И когда мы начинаем уже, да, познавать Духа Святого, видеть Его действия в своем жизни, слышать голос Его, нам тогда легче уже быть смелыми, быть, как, дерзновенными в вере, там, молиться за больных, да, в общем, находиться в служении. Я приведу несколько, как, ну, отношений, да, с Духом Святым, как они приводят к видимому, практическому результату. Однажды в Запорожье я шел в Украине с водой через парк. Жарко вообще так было. Здесь такой температуры нету, как в Украине. Иду через парк, и, ну, там, с правой стороны идет бомж. Он тоже грязный, вонючий. А я прохожу так, уставший, вообще, думаю, быстрее бы домой душ принять. А Дух Святой говорит мне, остановись, помоги. Ну, а я же говорю тоже, говорю, да я спешу домой, мне надо еще помыться. Еще встреча, короче, у нас там вечером была. Я опять и иду дальше. Он говорит, а если он умрет и в ад попадет? Меня, как знаете, как освежило сразу. Я останавливаюсь, разворачиваюсь, а он уже прошел так туда. Я раз, бегом-бегом-бегом, дохожу к нему, а сам думаю, как завязать с ним отношения. Потому что, ну, бомжи, это самые гордые люди вообще. С ними, чтобы начать отношения построить, их все устраивает, у них все есть, там все прекрасно вообще. Я думаю, как? Думаю, хорошо, дам купюру ему, ну, сразу денег. Ну, как бы, чтобы завязались отношения. Я ему говорю, слушай, постой, говорю, давай я тебе дам на хлеб. И он вот так вот берет у меня деньги, короче, и начинается освобождение, его трусит вот так. И я так и знал, что у тебя не надо деньги брать. И бах, падает, короче, как мертвый. Я вообще встал вот так, смотрю на него. А там окна вот так, дома, думаю, все, труба, короче. Ну, знаете, как мысли? Ну, я вам скажу, состояние, ты как бы вообще находишься, ну, не в реальности. Настолько вот Бог пришел был. Я раз ему, ну, бутылка с водой была, на губы поливаю ему эту, раз, раз, там, раз. Он раз открывает глаза, вот такой, вообще вот так вот изменился. Изменился, как будто бы заново родился. Такой свежий вообще стоит. Раз встал. А, спасибо, спасибо тебе, не оставляй нас, не оставляй. Мы вот там, наша лавочка вот там, приходи там к нам. Ну, бомжи живут же на улице. Знаете как, у каждого своя лавочка там этот. Говорит, наша лавочка там, не оставляй нас. И я увидел, насколько вот, ну, наше послушание, оно, ну, мы даже и не думаем, что произойдет вот так, да? Но когда у нас есть вот эти отношения, когда мы настроены постоянно. Я часто, можно сказать, постоянно в сердце своем воспеваю псалмы Господу. И это тоже как настрой такой на, да, духовную сферу. Однажды меня попросили приехать помолиться за женщину, там, одержимую. Там проклятие в семье, и у нее как шиза поставили диагноз. Дочка тоже проститутка стоит на трассе, там, она, не знаю, молодая вообще, 17, да, 16 лет, да, Вик был? Это, это, Яна, да. И сын там, наркоман, дома готовит наркотик. И мне сон приснился такой вот за эту женщину. Такое большое кубло змей вообще. И это, ну, в ихней, ну, вот, жизни, в ихнем роду. И мы приехали, я взял с собой служителя одного, приехали молиться за эту женщину. Мы проповедовали этой дочке, там, сыну. Ну, сын отказался, а дочка приняла. Исповедовалась ее потом жизнь, слава Богу. Мы ее приглашали в гости, она приезжала к нам уже, родила была. А сын не принял был. И за эту женщину, когда мы приехали молиться, а Дух Святой мне говорит, попроси у нее воды, и в мочи туда палец, и дай ей пить. Знаете, ну, странная мысль, казалось бы, да? Но когда ты делаешь то, чему побуждает Дух Святой, я взял палец, мочил, дал, и она выпивает, и там освобождение такое началось. Она на колени становится, поднимает голову вверх, вот так вот, открывает рот. А мне Дух Святой говорит, доставай. И, ну, образ вот этих змей, которые во сне были. И я вот это, ну, как бы сорта вот это ее начинаю доставать. Мы совершили это служение, все, ну, ей классно стало. Ну, и потом же мне этот служитель говорит, слушай, ну, ты вообще, короче, знаете, когда ты находишься в Духе, а кто-то этого не видит, да? То, казалось бы, это безумные вещи вообще. Но в духовном мире оно настолько все сверхъестественно и реально для верующих людей. Мне жена иногда говорит, слушай, ты так, кажется, так глубоко, когда-то, ну, вообще с ума сойдешь, ну, когда, ну, пропитываться будешь вот этим всем. Я говорю, да это естественные вещи вообще для каждого из нас. Это все естественные вещи для тех, кто хочет ходить в Духе. Иисус Он ходил, творил, воскрешал, да, прокаженные исцелялись там, все это совершалось. Это все естественно, когда у нас будут близкие отношения с Духом Святым. Да, и есть еще, ну, свидетельство, да, сверхъестественное проявление. Но знаете, что я понял, потом уже как и понимаю, и сейчас еще больше в этом утверждаюсь, что все чудеса, все эти, да, сверхъестественные проявления, они не так ценны для меня, как то чудо, что во мне живет сам Бог. Духом Своим Святым. Вот это реально чудо. Это уже все как результат. Это как естественные вещи вообще. Накормить там пять тысяч, да, или сколько это для Иисуса это было, не тяжело. Но это все нужно ходить, да, в нем. И самое ценное, это, конечно, взаимоотношение с Духом Святым и познание. И когда мы познаем Духа Святого, это активирует нас и поставит нас в духовную сферу, как Петр и Иоанн, они стояли в этой духовной сфере, поставленной Духом Святым, и они потом поставили этого хромого на ноги. И в нас есть тот же Дух Святой. И мы знаем Его уже, но нам нужно практическое познание Его, близкие отношения, чтобы ходить в Нем. Потому что, ну, как можно знать, да, что хочет делать Дух Святой и не знать Его? Мы знаем в деяниях, вспомним, там, где Дух Святой, туда разрешал идти, туда не разрешал идти, тех ставил на служение, да, там говорил, что делать нужно. Это все отношения, да, близкие с Духом Святым. Я хочу сегодня как предложить несколько таких, ну, примеров, да, что поможет следовать за Духом Святым. И невозможно иметь отношение с Духом Святым, не признавая Его как Личность. Мы уже с вами говорили сегодня о месте с Писания, где сказано Иоанна 14, 16, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да, да пребудет». То есть другого – это означает такая же Личность, как был Иисус. И это не просто Дух, это Личность. И нам нужно это признать. Дух Святой, Он имеет чувства, Он имеет разум, Свои мысли, Он имеет Свою волю. И мы знаем, в этом слове написано, что Духа Святого можно оскорбить, угасить, Он также может с нами и общаться. Это все черты Личности. Мы знаем, что еще в Библии Он открывается, как ветер, елей, дары, языки. И мы знаем, да, как к Отцу, к Иисусу нам легче приходить, обращаться, потому что у нас есть какие-то образы, да, Отца. Мы можем что-то себе, картину нарисовать там. Кто такой Отец? Прочитать в Библии об Иисусе. А как вот к Духу Святому, да, обращаться, который есть Дух Святой. Если бы вот у Духа Святого было тело, да, нам бы, может, легче было обратиться к Нему. Но у Него есть тело. И оно вот, 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 да. У Него есть тело. Просто с Ним нужно, да, общаться. Поэтому Он является не меньше Личностью, чем любая Личность, из-за того, что мы не видим Его физическое тело, потому что Он избрал Мое тело, в котором Он хочет жить. Как я являюсь Личностью, так и Дух Святой во мне Личность. Аллилуйя! И когда мы поймем с вами реальность того, что Дух Святой живет в нас и желает с нами общаться, наша жизнь, наше служение, они будут изменяться. И Духу Святому, неважно, какое у нас тело, да, худой, полный, там, накачанный, слабый, богатый, бедный, Он желает с нами проводить время и открывать нам истину. И мы с вами не можем, не сможем иметь с Ним отношений, пока не уберем из своих мыслей, что Дух Святой – это какой-то ветер, елей, там, или помазание. Да, Он имеет силу, Он проявляется как сила, как ветер, елей, как голубь. Но Он есть Бог, Он есть Личность. И 2 Коринфянам 13, 13 написано. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь!» Да, интересно то, что благодать, она приходит от Иисуса, любовь она приходит от Отца, а общение, оно приходит от Духа Святого, да. И Дух Святой, Он поселился не в святых людей, да, чтобы общаться с ними. Он, наоборот, поселился в те сосуды, которым Он поможет осветиться и через общение покажет на истину. Потому что мы с вами иногда себя ведем, да, не как святые. Бывают разное время, где-то недободрствовали, где-то мысли, где-то мотивы, где-то язык, но Дух Святой, Он уже в каждом из нас, чтобы помочь нам. В этом стихе мы видим, да, что общение Духа Святого с нами, это значит близкие отношения. А когда у нас есть близкие отношения, это и есть путь к святости. Дух Святой, Он хочет влиять на нашу жизнь, чтобы мы стали успешны. Дух Святой, Он хочет общения с нами больше, чем мы этого даже желаем. Это как и ученики с Иисусом имели общение, они Его чтили, признавали, но кроме всего еще у них было общение. Они с Ним жили, они кушали, они на море были, они просто с Ним общались. Это были дружеские отношения. Общение Духа Святого, да, написано со всеми вами. Это не только с пастырами, проповедниками, апостолами, там, евангелистами, пророками. Это значит со всеми нами. Аминь. Да, и благодать Господа мы, Иисуса Христа мы принимаем, не принимаем, не отвергаем. Любовь Бога Отца мы тоже принимаем, мы верим в эту любовь. Но как-то вот общение Духа Святого у нас как-то отодвинуто, чтобы быть ближе к Нему, да, чтобы оно стало, ну, не просто знаем Дух Святой, мы ходим в Нем, а через близкие отношения с Ним. У нас тогда и хождение есть с Ним. Мы можем вариться в каких-то своих мыслях, да, в грехах, и думаем, да, Духу Святому нет до меня дела, до такого грешника, я все падаю, спотыкаюсь, у меня не такая уже и большая судьба, но Он желает помочь нам, Он желает общаться с нами, Он желает, независимо от нашего призвания или влияния, или помазания, и наша судьба может радикально измениться, если мы примем Его предложение на взаимоотношение с Ним, и нам нужно принять Его как Личность. Я кому-то говорил уже, может, на встрече, на домашке, что я, как приучил себя каждое утро говорить, «Доброе утро, Дух Святой», обращаться к Нему как к Личности. Не всегда это, знаете, как диалог, бывает просто скажет, а бывает он дает какое-то наставление, бывает признается в любви, бывает что-то говорит. Ну, когда задаешь вопрос и ожидаешь, он бывает ответит, бывает нет, но это уже общение, это фиксация уже как в разуме, да, что ты понимаешь реально, кто находится внутри тебя. И у нас должно отпечататься, да, что Он Личность, и мы можем дружить с Ним, но мы не сможем строить с Ним взаимоотношения, если не признаем Его как Личность. Дух Святой – это наиболее важная Личность для верующих на земле. Аминь. Когда мы начинаем с Ним строить взаимоотношения, общаться с Ним, а Он с нами, рано или поздно Он начнет нам что-то говорить. Все равно Он начнет говорить, знаете. Это не может быть как в трубу, ты что-то дуешь, а обратно ничего нету, никакого звука, ничего, да. Потом Он все равно начнет говорить. И бывает, когда мы, да, начинаем слушать Его, Он что-то говорит, ну, и обличает, и хорошее, и ободряет, но Он не молчит. И взаимоотношения – это взаимодействие, да, с Ним. Это мы помогаем, Он помогает нам, а мы делаем то, что Он нам говорит. И очень часто Дух Святой говорит то, что нам не хочется делать, да. Это может быть в сфере там молитвы, поста, жертвы, в сфере евангелизации или в сфере посвящения. Но мы знаем, что Иисуса, Дух Святой, тоже Он вел в пустыню, в пустыню, и Иисус, Он был послушан Ему тоже. И было время, когда в моей жизни тоже Дух Святой побуждал каждую неделю, там, по два дня в пост ходить. Ну, там, на протяжении года. Тоже ходил. Если Дух Святой желает этого, значит, это нужно для того, чтобы сформировать нас. Как-то на служении я стоял, и Дух Святой говорит, благослови пастора деньгами. А я как раз машину тогда мы собирались купить. А вы же знаете, что мы же все послушны вообще. Сразу, как Дух Святой сказал, мы сразу и делаем. А еще, если у тебя уже там вот на неделе встреча там за машину договариваться. Конечно, не хочется делать, не хотелось до последнего. Свидетелей же нету. Так кто знает вообще, что мне там Господь сказал, да, Духом Своим. Но я послушался, подошел, деньги дал. Как Дух Святой мне сказал. Ну, Бог, конечно, благословил. Он хочет этих отношений, Он хочет проверить нас, что для нас важнее является, да, послушание, или же просто как название. Писание говорит, что станем любить не словом, а делом, да. Если мое отношение к Иисусу, оно такое же, как голос у Его Духа Святого, то я также буду слушать Его, когда Он будет что-то говорить. Или когда в сфере посвящения Дух Святой тоже мне говорил и говорит до сих пор, вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно. Это легко услышать, но делать, да, это нужно постоянно об этом помнить. И когда мы понимаем, что Дух Святой, Он хочет привести нас к тому призванию, которое Он приготовил для нас, то мы будем это делать. Мы будем сдержаться за эти отношения, строить их дальше. И мы с вами не можем идти выше, глубже, дальше с Духом Святым, если мы не будем послушны Ему. И послушание всегда ведет к жертве. Иисус смирил себя и был послушен, Адам был послушен и жертвовал. Всегда послушание ведет к жертве. И жертва мы, да, можем увидеть себя. Что для нас жертва, там, встать раньше, или, допустим, ну, какие-то вещи еще, что касаются касательно нас, да. Если мы послушны, нам придется жертвовать, потому что послушание, оно всегда ведет к жертве. И когда человек ограничивает себя в послушании, он ограничивает себя в своем отношении с Духом Святым. Человек сам себе ставит планку из-за непослушания, выше которой он не поднимется. Именно послушание ведет нас к успеху и проявлению Духа Святого в нашей жизни. Этот пастор молодой, он имеет сейчас большую команду, он имеет, ну, служение освобождения, там, ну, почему? Потому что начал вникать, познавать Духа Святого как личность. Он стал послушным тому, что Дух Святой начал говорить. Каждый раз, когда мы не в послушании ходим со Святым Духом, его голос становится все тише и тише, и потом мы перестаем его слышать вообще. Не из-за того, что он не говорит, мы его сами отключаем. Когда мы непослушны, мы останавливаемся на одном уровне, да, и на одном месте стоят. И некоторые люди боятся радикальных перемен, чтобы посвятить свою жизнь, чтобы идти дальше, да. Спокойнее быть просто номинальным христианином, просто вот так вот верующим. Но нам нужно идти дальше. Нам реально нужно полюбить Дух Святой. Больше, чем комфорт, больше, чем еду, больше, чем деньги, больше, чем влияние, чем силу, чем помазание, больше, чем служение. И быть готовым к послушанию, чтобы хранить и держать эти дружеские отношения. И мы будем с вами проверены, испытаны на нашу верность. Любим ли мы его больше, пойду ли я за ним дальше, или остановлюсь на каком-то уровне. Я верю, что Бог хочет вести нас от славы в славу, от веры в веру, и от силы в силу. И нам нужно учиться послушанию, чтобы завязались эти близкие отношения. Иоанна 15, 14. Иоанна 15, 14. Вам интересно? Интересно. А то этот... Лариса вчера сказала, ей проповедь надо полчаса, потому что потом уже скучно. Богу для нас важно, чтобы мы слушали то, что Он хочет говорить. Важно. Из Иоанна 15, 14. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам, Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Интересно. Иисус говорит, Я называю вас друзьями. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. В другом переводе написано заповедую, как повелеваю вам. Интересно. Слово повелеваю, заповедую, да. То есть мы видим, да, если мы не делаем, непослушны то, что говорит нам, да, Дух Святой. Мы не являемся друзьями. Вы согласны? Не хочется в это верить. Да? Это так, это истина. Это Бог сказал. Вот интересная дружба, да, сказал вы, друзья, но когда повеление исполняется. Но в духовном мире, чтобы с Богом иметь дружбу, эта дружба не строится просто на общении. Она строится на послушании. И мы только что с вами прочитали, что когда мы послушны, тогда мы имеем отношение с Ним, и Бог называет нас друзьями. Когда человек, он непослушен, он не сможет дружить с Богом. Человек может петь песни, что он друг Бога, провозглашает, но это все мимо, это все дешевые вещи. Бог называет друзьями послушных учеников. Пока человек ходит в непослушание, он не может быть другом Бога. Деяние 5.28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кров того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Тоже опять слово повиновение. Это заповедую вам, делать все. И вот Петр стоит твердо на этом повелении, нежели человеком. «Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу из Своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Видите? Иметь Дух Святой и ходить в Духе Святом, быть крещеным Духом Святом, это не одно и то же. Это разные вещи. Поэтому повиновение – это как послушание, ходить в Духе Святом, ходить в этой силе, быть водимой им. И нам необходимо общение. И это все приходит через опыт. Когда мы близки к Слову, когда мы послушны Слову, постоянны, мы становимся чувствительны к голосу Божьему Духа Святого. Аминь. У меня Вика тоже спрашивает, говорит, как ты общаться с Духом Святым? Я Ему говорю, а Он молчит. Я говорю, ну опыт, все должно как в процессе приходить, да, по мере того, насколько мы этого желаем, насколько мы, как Бог говорит, ищите, вы все равно найдете. Если вы будете просить, вы получите. Вы получите это живое общение, и мы видим это в Библии. И когда наши отношения строятся с Ним, Он нас ведет на жертву, где нужно будет положить свое Я, свою гордость, положить на жертву своего Исаака, умереть для служения и жить для Бога. И когда мы умираем для себя, все Божье в нас и через нас начинает расти и дары, и плоды, и чудеса, и влияние. И Дух Святой, Он не хочет ничего забрать у нас. Он хочет нашего сердца, чтобы мы были послушны Ему и покорены. И нам нельзя останавливаться на той планке, куда мы пришли. Нужно идти дальше. И мы можем идти дальше через послушание. И третье. Хождение в Духовь Святом – это ключ к святости. Галатам 5,16. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вожделение плоти. Написано, Петр еще говорит, удаляйтесь от восстающих на душу вашу искушений. Я раньше думал, когда я буду противостоять плоти, когда я смирю ее, когда я научусь, возьму себя в руки, дисциплинирую себя, плот свою, тогда я смогу ходить в Духе. Но здесь наоборот сказано. Здесь сказано, поступайте по Духу, и вы не будете иметь вожделение плоти. И я думал, пока я не начну побеждать плот свою, тогда я смогу ходить в Духе, и тогда у меня будет шанс к близости с Духом Святым. Но это не так. Мы не можем быть святыми без Духа Святого. И нам нужно понять для себя такой урок. Если мы не будем ходить в Духе, мы не сможем побеждать вожделение плоти. Это только через Дух Святой у нас есть шанс, жить святой жизнью. Потому что мы родились во плоти, и это плоть наша, мы знаем, натура греховная. Когда мы родились свыше, Бог нам дал новый подарок, это Дух Святой. И у нас сейчас есть и Дух Святой, и плоть. И вопрос в чем? И вопрос в том, чему мы будем покоряться и повиноваться. Если мы будем покоряться плоти, мы будем жить в грехе. Если Духу, мы будем жить святой жизнью и побеждать дела плоти. Поэтому, когда мы согрешаем, падаем, нам нужно сразу бежать к Богу и каяться. Не ждать месяцами, годами. Покаяние возвращает нас в позицию в отношении с Духом Святым. И мы не сможем жить святой жизнью, если не научимся каяться, когда согрешаем. Потому что каждый из нас, да, он где-то согрешает в какой-то сфере там. И сами своей дисциплиной, волей мы не сможем победить плоть свою. Только с Духом Святым можно ходить в победе над плотью. И нам нужно сразу бежать к Богу, если мы где-то согрешили и говорить все то, что мы начудили там, недостатки. И мы будем грешить тогда меньше, падать меньше, и будем ходить в Духе больше. И придет время, что мы будем ходить настолько глубоко в Духе, что мы не будем исполнять вожделение плоти. И не потому, что мы этого сами достигли, но этого достиг Дух Святой через нас, через наше послушание. Аминь. И развивая плод Духа Святого, мы будем кормить людей, которые находятся рядом с нами. Развивая. Это четвертый пункт. То есть, когда мы начинаем развивать с Ним отношения, близкие они становятся. Мы знаем, что написано, да, в галатах о плодах Духа. И вот когда у нас есть близкие отношения с Ним рядом, мы будем кормить этими плодами, любовью, терпением, долготерпением, миром, будем кормить тем, кто рядом с нами находится. Семья, друзья, родственники, команда наша. И есть дары Духа, да? И есть дары и плоды, это разные вещи. Дары, они, да, как там исцеляют, там чудотворение, там дары. Еще там дары. Кто может сейчас вспомнит, какие дары? Пророчества. Дары, в общем, дары, они влияют. Они влияют на, как человека. Когда человек видит проявление дара, они как открывают ему уши для того, чтобы слышать, потому что через это он видит Божье, как действие, да? Они меняют жизнь, дары. Но плоды, они кормят. Это то, что мы кушаем и кормимся. И как вот, допустим, телефон, да, он, как можно, дар, да? То есть я им пользуюсь. А плод, это то, что я кушаю. Так и дары, они предназначены для того, чтобы, ну, принести их в общество, влияние. И когда я начинал свое служение, знаете, я старался как, ну, развиваться, расти в Боге. Мне всегда и сейчас и будет интересно видеть то, что говорит Слово, видеть его живым и действенным. И я и служение имел, ответственность, и ни в одном служении. И люди были, и ходили там, в общем, служили и в тюрьму, и в больнице. И как бы есть влияние, есть как ты водишь людей за собой, да? Ты неведомый, ты ведущий. Есть дары, которые проявляются. Исцеление, освобождение. Но плодов... Я говорю, Вике на днях спрашивал, говорю, Вик, ты, может, знаешь, говорю, людей, ну, семьи верующих людей, христиан, которые, мужья которых приходят домой после служения и кричат дома на всю катушку, говорю, там, после ячейки, после служения. Она говорит, мне это ты. Я же знаю, я же тоже был, а? Раньше, да. Почему? Потому что плоды нужно было развивать, а плоды, они сами собой не растут. Они растут, написано, плоды Духа Святого. Плоды Духа Святого. Мы не можем ими сами их произвести как-то. Понимаете? Это через отношения. Тогда у нас любовь проявляется или, ну, остальные все плоды Духа Святого. И тогда мы можем кормить своих, свою жену, там, детей или других людей. Плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что кормит ближних нас людей. Когда у нас есть дары, и они действуют, но нет плодов, люди начинают страдать от духовного голода. Я имел дары, но плодов у меня не было, я не развивал. И семья моя страдала, отношений с сыном не было. Сейчас он в церковь не ходит, но у нас хорошие отношения. Я верю, что Бог все равно его будет употреблять. Он играет, слава Богу, на барабанах электронных. Он не оставляет то, в чем он развивался. Я просто не давлю на него. Но однажды он сказал, вот уже когда ему 18 лет было, он говорит, мы были в общении там с другими людьми и говорили о семьях, о детях. А сын тоже с нами был. Он говорит, для того, чтобы пришло как прощение и понимание, нужно время. Ну а мы говорили о детях, воспитании. И он помнил, что я, как отец, не имел плода любви к нему, не имел воздержания, орал на полную катушку. А ребенок это все, знаете, как губка принял к себе. Но пришло время, он сказал. А знаете почему? Как оно пришло? Когда плоды Духа начали проявляться. Когда у меня характер, не то, что я пытался сам свою плоть как-то это изменить, да? А когда уже близкие отношения начались с Духом Святым. И он мне начал говорить, тормози, закрой рот, иди в машину, посиди на улицу, успокойся. Понимаете? Вот так вот плоды Духа Святого они начинают потом уже кормить. А когда нету плодов, а есть дары. Оно же круто, когда ты на публике вышел там где-то в служении, попроповедовал, бесов изгонял. Дары работают. А плодов приходишь, домой нет. Поэтому очень важно нам эти отношения развивать. Дары влияют, меняют жизнь, но плоды кормят людей. Аллилуйя. Плод Духа Святого – это не плод моей дисциплины, моих стараний. Это когда я покоряюсь и послушен. И он производит это изменение в моем характере. И мы потом кормим людей. Аллилуйя. У меня это тоже пастыр в Украине. Тоже так же. Там членов церкви 800 было, тогда, когда начиналось. В общем, движение такое большое. Имел успех, имел авторитет в городе. Не было большой такой церкви, как у нас. В городе там, почти в миллионном городе. А сын подрос и сказал, говорит, папа, у тебя дело до всех было. А ко мне не было. Дары были, проявлялись, а плодов, да, которыми можно было бы кормить свою семью, там, детей своих, их не было. Это хорошие примеры. Когда у нас есть не просто цели какие-то там, без Духа Святого, которые мы хотим достигать. Дары развивать. Но нужно развивать еще плоды, взаимоотношения с Духом Святым. И нам нужно больше работать не над своим характером, а работать на взаимоотношения с Духом Святым. Когда мы стараемся, когда мы сами стараемся, это не плод. А плод, это когда я пребываю и подчиняюсь Духу Святому, и Он производит в моем характере новое. И это уже не наши достижения, а Его. Аминь. Аминь. Конечно, это не повод к тому, что все возлагаю, все на Духа Святого, все в Твоих руках, Господи, все отдаю Тебе. А плоть, а плоть, как ты остановишь, а? Как ты глаза свои дисциплинируешь? Конечно, нужно этому тоже, да, и говори. Нет, все запрещать плоти. А Дух Святой, видя уже наше подчинение, обращение к Нему, да, Он поможет уже прийти, как мы прочитали, придет время, когда мы сможем полностью ходить в Духе, и уже плоть, она просто не сможет ничего даже сказать. Потихоньку, да, они придут изменения, потому что плоды, они не сразу растут, не быстро, не скоро. Я долгое время вообще не хотел жену за руку брать на людях. Знаете, как вот, я не знаю, жена всегда больше хочет, чем я, любви дать мне, чем я ей, понимаете? Казалось бы, мужик, а плодов любви дулькин нос. И знаете, когда, ну это и раньше, сейчас я уже смело, смело беру ее за руку при людях, все, я уже не стесняюсь, потому что у меня уже плоды Духа есть, понимаете? А раньше, раз она меня там пытается взять, я ей палец дам, там, иду с ней. Но когда уже, знаете, есть духовный рост, близость с Духом Святым, уже эти плоды любви, они появляются, и уже ты, ну, не стесняясь, там, как-то не реагируешь, да, не думаешь, там, что... Ну-ка, это я вообще не... Откуда оно появляется? Семья, муж, жена, почему нельзя за руку ходить, да? А когда нет вот этих, ну, плодов Духа, тогда, конечно, уже сам идешь, что я сам не могу. Ты рядом идешь, и так радуйся уже, что ты... Ну, это да. Да, да. Но сейчас я уже, да, могу ходить за руку, и все. Я начал замечать, да, когда появились эти ближе отношения с Духом Святым, что я стал больше воздерживаться, больше любить, больше мира в сердце начало быть. И когда наш характер меняется, он сильно влияет на нашу семью. Аминь. Помазание влияет на мир, на служение, а плоды Духа влияют на окружение, ну, на ближних. Пятое. Не угошать Дух Святой и не хулить Его. Угошать это, критиковать мы можем то, что не понимаем, да, какие-то чудеса там, через какое-то служение у кого-то есть, а у кого нету, люди начинают критиковать это, и они угошают себе. И как зачастую эти... Но люди потом не видят в своей жизни проявлений тех, которые есть у других людей, не критиковать им. Самый короткий путь, чтобы не видеть Божьих проявлений в своем служении, это критиковать Божьи проявления в жизни других служителей. И это угошает Духа Святого. Отношения, помазания Святого Духа будут расти, когда мы будем... Это шестое. Когда мы будем идти к погибающим людям. Если мы хотим глубоких отношений с Духом Святым и дружеских отношений, мы прочитали, да, Иисус сказал, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я говорю, повелеваю то, что я вам говорю, и если мы будем идти за пределы Церкви дальше, тогда у нас будут эти близкие отношения. Аминь». Вот такое вот, друзья, возлюбленное было слово. Я думаю, в час, час вложился. Нет, ты сказала, что просто не вмещается все, да. Да, просто не все вмещается, да, когда длинное. Видишь, опять я прям на месте я согрешил, поэтому каюсь, Ларис, пред тобой, пред Богом. Вообще, да. Иногда мы немного, чуть-чуть любим приукрасить, приуглечить как-то, да. На самом деле, да, так и было, что когда длинная проповедь, ты сказала, да. Но, слава Богу, за сестру Яну и Риту, которые сказали, для того, чтобы оно вмещалось, берешь конспект и ручку. Да, и потом можешь вместить, когда будешь читать. Да. Хорошо, да. Да, видите, как много нам нужно еще изменений. Я думаю, что от этого всем смешно, когда ты хочешь пошутить, да. Но у меня жена тоже так реагирует. Я могу так, ну, приколоться, но я просто, ну, хохочу, ну, не могу остановиться. А у нее уже все, короче, там, ну, она мне уже там начинает выписывать. Ты шути так, чтобы всем было смешно. Знаете, да мы иногда не понимаем. Кажется, если что-то сказал, значит, тебе смешно и всем так смешно. Хорошо, да. Хочу предложить помолиться, да, чтобы Господь помог нам дальше познавать Дух Святой. Чтобы, знаете, как эти хромые ноги, которые носил этот человек. Может, мы сегодня просто носим Дух Святой в себе и не видим, не слышим тех проявлений или водительства Его. Чтобы эти близкие отношения, они также были желанными нами. Чтобы мы не останавливались на той планке, на которой мы, может, остановились, да, хождение с Ним. Может, непослушание, страхи какие-то. Потому что за все платится цена, да. За все нужно платить. Это переступить через какие-то ограничения, которые не Бог создает. Мы сами себя в чем-то ограничили и просто живем, просто живем. Музей святых людей. Музей святых людей. Да, но церковь – это не музей святых людей, это госпиталь для погибающих, да. Церковь – это не аквариум, где все рыбки знают друг друга и плавают между собой. Это госпиталь, где люди нуждаются. И для чего же Дух Святой был дан? Для чего сила дана была? Помазание. Чтобы лечить больных, освобождать пленных, мы знаем, Дух Господа на мне, Иисус сказал. И учил об этом. Поэтому предлагаю встать, помолиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!